Более сотни поездов дальнего следования, около четырех тысяч уезжающих и приезжающих ежедневно. Все это о Саратовском вокзале. Сегодня здесь очередная проверка, ведь насколько безопасным и комфортным будет путь, зависит не только от машиниста. Ну что же, пойдем посмотрим. Первый раз общественники приезжали на вокзал на прошлой неделе. Тогда железнодорожников и визите не предупреждали. В итоге картину проверяющие увидели малоприятную. Шашлычная с товаром сомнительного качества, стихийная парковка и торговля, плохая охрана. Сегодня председатели общественной палаты Александра Ландо встречают и полицейские, и сотрудники вокзала. В этот раз и проверки их предупредили, потому главные ворота города не узнать. Подозрительную шашлычную закрыли. Проехать к вокзалу может лишь общественный транспорт, сотрудники железной дороги и жители окрестных домов. Зато к охране здания претензии остались. На сигналы металлодетектора никто не реагирует. Вы же поставили, рамка стоит, около которой должен стоять человек. Ну что, зачем мне это доказать? Стоит рамка, тогда уберите ее. И создавайте эту видимость. Проверяли общественники и соблюдение правил торговли. Не только возле вокзала, но и внутри. Еда, напитки, мороженое. Александр Ландо даже в отдел игрушек взглянул. Где-то нашлись претензии к качеству, где-то к отсутствию документов. Вы понимаете, рассчитаны иногда вот это быстрая торговля. На что? Ну, пассажир выбежал, да, у него там время ограничено. Схватил эту продукцию, сел в поезд, а потом только разобрался, что она там не потребная. А дальше, ну, поехал далеко. Обращаться уже, так сказать, не хочется. Сотрудники вокзала обещают, в следующий раз претензий к визитной карточке Саратова не будет совсем. Теперь дело за остановкой транспорта, парковкой и марафетом здания. Кстати, главные вокзальные часы уже на ремонте. Кристина Трушина, Игорь Шишилин. Новости. Телеобъектив. Кристина Трушина. Новости.